МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Резко поменялась погода в Одессе, но программу «Одесса делает базар» это не пугает. И мы специально уехали чуть южнее, а не чуть, а мы просто на рынке Южный. А какие цены, мы с вами сегодня узнаем. За мной! Дорогие друзья, и что радует глаз, несмотря на похолодание, фруктов и овощей на рынке Южный достаточно. А вот какие цены, нам сейчас все расскажут. Скажите, пожалуйста, почем сегодня лук? Лук 10 гривен килограмм. Капуста? Капуста 10. Капуста 10 гривен килограмм. Молодая капуста 15 гривен килограмм. Цветная капуста? Это уже наша, 20 гривен килограмм. Кабачок? Кабачок 8 гривен килограмм. А баклажаны? Баклажаны 10 гривен килограмм. И вот такой вот мы видим три вида перца. Красный, желтый и такой вот обычный зеленый. Почем сегодня перец? 10-15 гривен килограмм. Я так понимаю, что 15 это желтый, а 10 это зеленый. И красный тоже 15, да? Опять же, помидора. Тоже 4 вида где-то помидоры всевозможно разные. Почем сегодня помидора? Вид 10 до 20 гривен килограмм. 20 это микада. Красавица микада. Большая, вкусная. Огурец, маяки, сладкий. 10 гривен килограмм. А был дороже, а сейчас 10 гривен. Лук салатный. Лук салатный 20 гривен килограмм. Картофель 6 видов. Есть все. Невская, пьянычка, белороса, славянка. Почем сегодня картофель? От 6 до 10 гривен килограмм. Бурячок. Бурячок 12 гривен килограмм. И морковка 12 гривен килограмм. А я знаю, что морковка будет еще дешевле. Ну что ж, мы так посмотрели в этом магазине практически все. Идемте узнавать цены дальше. Ну, маякский огурец стоит 10 гривен килограмм. Но тут есть родничок. Это для любителей родничка. Родничок сегодня 35, 45, 25. Ну и, как всегда, под прилавком я нашел небольшой такой лоточек. Там можно взять родничок по 5 гривен. Только надо выбрать. Ну что ж, давайте узнаем. Сегодня слива. Почем слива? 20 гривен килограмм. Вот такая прекрасная слива. Груша. Это сорт Бера, да? Бера. Это сладкая, вкусная, сочная груша. Почем сегодня Бера? 25 гривен килограмм. Что это такое зеленое у вас? Авокадо. Почем авокадо? 35 гривен штучка. Но это если кому-то надо. Ну что ж, дорогие друзья, такие цены были на яблоки, на груши. И тут удача, я нашел 5 копеек. Это хороший знак, и мы идем узнавать цены дальше. Дорогие друзья, как бы нам не хотелось, но впереди зима. Если вы еще не успели сделать каких-то вкуснейших ягод на зиму, обязательно придите на рынок Южный и купите что-нибудь, чем-то себя побалуйте. Сегодня есть кизил, красавец кизил. Почем сегодня кизил? 50 гривен килограмм. Когда-то моя покойная бабушка, Царство Янебесное, жила в село Михайловце, Винницкая область. Так у нее этого кизила было видимо-невидимо. Просто росли такие кусты, и мы ходили, собирали вкуснейшее варенье. Вкуснейшее, полезнейшее из кизила. Так, почем сегодня клубника? Клубника 55 гривен килограмм. Малина 70 гривен килограмм. А на стаканчике 20 гривен стаканчик. Ну, это очень вкусно. И голубика. Почем сегодня голубика? 200. Ну, голубика не падает, не наша ягода не падает в цене, но очень полезная и тоже очень вкусная. Достаточно одного стаканчика. А мы идем дальше. Если у вас нет частного дома или своего огородика, прийдите на рынок Южный. Здесь сегодня выросла зелень. А вот почем она выросла, мы сейчас узнаем. Итак, вот такая вот красивая петрушка. 5 гривен. 5 гривен пучок. Укроп. Тоже 5 гривен. Укроп. 5 гривен пучок. Молоденький, деточный. Так, что у нас внизу? Щавель. Щавель 5 гривен. Щавель 5 гривен. Что это у нас? Кинза. Кинза. Кинза отличная. 10 гривен пучок. Вот такой вот набитый. 10 гривен набитый, ароматный. Крепкий пучок. Здесь почти 150 грамм. Так, что это у нас есть? Мята. Мята два вида. По 10 гривен. Есть коктейльная перечная, есть чайная ментоловая. Коктейльная и чайная. Кому для коктейля, кому для чая. Кому для здоровья, кому для успокоения. Базилик. Базилик по 10 гривен. 10 гривен. Зеленый, зеленый, лимонный и эреган. Зеленый, лимонный, эреган и зеленый. Так, вот такая рукола. Рукола такая вкусная. 20 гривен пучок. 20 гривен пучок. Так, редиска. Редиска 25 гривен. Масло просто набитое. Красавец. Обратите внимание на этот пучок. 25 гривен пучок. Это николаевские теплицы. Николаевские теплицы. А туда добавить немножко сметанки, соли. И вот так все. Лучок зеленый. Кстати, лучок зеленый почем? 10 гривен. Это вместе с редиской с одного же огорода. Так, это вы сказали. И огромный выбор салатов. Я даже не знаю название всех салатов. Ну, вот это я знаю ледяной. Почем ледяной? 10 гривен 100 грамм. 10 гривен 100 грамм. Килограмм 100 гривен выходит. Ну, мы делаем скидочки, естественно. Это ромен. Очень вкусный, масляный. Он не плывет, не стекает. Хрустящий салат. Да. Салатный лист добавляют в миксы. Просто можно прикуску кушать. Так, вот такой вот. Лола-роса кучерявая. Лола-роса. Тоже 10 гривен 100 грамм. 10 гривен 100 грамм. Корень имбиря. Имбирь сегодня 12 гривен 100 грамм. 120 килограмм. Да. Вот такой вот шикарный. Свежайший урожай этого года. Свежий, свежий. Чеснок. Говорят с Индии. Говорят с Индии. Чеснок. Чеснок наш украинский 10 гривен 100 грамм. 10 гривен 100 грамм. Килограмм 100 грамм. Да, гривен килограмм. Вот такой перец закрюченный такой. Закрюченный. Смотря как кому. Кто хорошо просит. 4 гривны, так, где же цену 5 гривен штучка. Сильдерей. Либо 80 килограмм. Корень синдерея 5 гривен 100 грамм. 5 гривен 100 грамм. И рядом петрушка. Петрушки 8 гривен 100 грамм. 8 гривен 100 грамм. Молоденькая, свежая, ароматная. Супчики в уху. Это просто песня. Для того, чтобы сделать вкусный салат на компанию 5-6 человек, для этого не надо тратить много денег. Нужно прийти и взять всего. По чуть-чуть сделать такой микс. Шикарный микс. Туда лучка, жареного масла. И вот это эхо, и жизнь удалась. А мы идем узнавать цены дальше. Всего хорошего. Дорогие друзья, вот уже неделю на нашем любимом Черном море шторм. Из-за этого рыбаки не могут выйти нормально, потрусить сети, проверить улов. Но, тем не менее, на рынке Южный рыба есть. И рыба есть наша черноморская. Сегодня есть в продаже глоська. Маленькая, средняя, крупная. Почем сегодня глоська? 300 гривен килограмм. Глоська не падает, держится. Но мы подождем. Она должна подойти к берегу, и можно будет ее ловить своими удочками. Есть в продаже... Вы спрашиваете, спрашиваете. Есть в продаже барабуля. Вот такая красивая упакованная барабуля. Я хочу пофантазировать, тоже недешево, но рыба очень вкусная. Почем сегодня барабуля? 300 гривен килограмм. Также есть в продаже наша черноморская камбала. Почем сегодня камбала? 300 и 350 гривен килограмм. Рыба черноморская держится в цене, но мы упертые. Мы дождемся, когда она станет дешевле. Зато вот такое изобилие красавца короба. Сегодня короб, я не знаю, есть полтора, два, три, пять кило. Вот такие вот красавицы тушки. Почем сегодня короб? 60 гривен килограмм. А если его взять целиком, дай запечь в духовке, это очень вкусно. Так, судак. Красавец судак. 100-120 гривен килограмм. А мы так плавно переходим. И здесь мы видим, опять же, глоська черноморская. Вот такая вот маленькая, но очень вкусная. Но тоже 300 гривен килограмм. Бычок. Обратите внимание, красавец кнутик. Вот такой вот небольшой, порционенький. Почем сегодня кнут? 70 гривен килограмм. Вот такая вот кефалечка. Если ее засолить, знаете, пусть она постоит день-два. Потом это нежнейшая, вкуснейшая рыба. Хотите картошечки, хотите просто ее с черным хлебом, с маслом. Почем сегодня кефаль? 50 гривен килограмм. Вот такая вот красивая таранечка. Если в продаже появилась тарань, значит, она пошла по речке двигаться, а за ней двигается судак. Но это для любителей рыбалки. Почем сегодня тарань? 25 гривен килограмм. А это засолить и пожарить, если кто-то умеет, это очень-очень вкусно. Вот такая красавица щука, но еще без икры. Почем сегодня щука? Щука 60 гривен килограмм. Если взять вот такую тушку, да ее зафаршировать, то это будет очень вкусная фаршированная рыба. Вот такой судак, какую цену? 140-120 гривен килограмм. Опять же черноморский бычок, кнутик. Почем кнутик? 50-80. А вот такой мелкий бобыречек. 60 гривен килограмм. Вот такие красавцы лежат тушки толстолобика. Почем сегодня толстолобик? 100 гривен килограмм. Вот такая филеечка толстолобика. 120 гривен килограмм. Ну и для любителей красной рыбы. Как же без нее? Почем сегодня красная рыба? 260 – это вот такая вот филеечка, да? 250 – стейк. А вот такой вот набор на уху. 40 гривен голова и хвост. И получается наваристая, очень вкуснейшая уха. Ну, опять же, короб. Короб какую цену? 60 гривен килограмм. Есть зеркальный для ленивых, будем говорить, домохозяинов, которые не сильно любят чистить. Она уже практически почищенная. Осталось порционно нарезать и зажарить. Вот такие цены были сегодня на рыбу на рынке Южный. А мы идем дальше. Мы застали горячий процесс. Кролика убирали, знаете, вот кусочки шерсти, когда его чистишь, остается на мясе. Его так красиво обожгли. А кролик сегодня на рынке Южный стоит от 90 до 100 гривен килограмм. Вот такая вот это домашний бройлер-курочка. Почем? 160 – здесь приблизительно сколько? 2,5 – 160 гривен килограмм. Если запекать, то это очень вкусно получается. Он такой большая, жирная, вкусная домашняя курица-бройлер. Так, вот такая вот курочка. Или это петушок? Петушок почем? Петушок 180. А к такому петушку небольшая голяшечка. И дома будет очень вкусный холодец. И я вижу такая красивая чистенькая уточка. Почем сегодня уточка? 220. Вот такая вот большая. Это индоутка или? Это индоутка. Индоутка – это очень вкусно. Идемте узнавать цены дальше. Дорогие друзья, мы в мясном корпусе рынка Южный. А значит, мы сегодня узнаем все цены на мясо. Ну, давайте начнем с говядины. Вот такая вот печеночка говяжья почем? 60 гривен за килограмм. Хорошая здоровая. Хорошая здоровая печенка, как мне сказали. 60 гривен за килограмм. Вот такое небольное сердце. 50 гривен. Сердце – 50 гривен килограмм. Я вижу, это такой биток лежит, да? Стейковый. Вот такой вот стейковый биток, широкий, красивый. Почем сегодня? 100 гривен килограмм. Эта качалочка почем? Вся задняя часть – 95 гривен килограмм. Вот такие вот красивые обрезочки. 40 гривен. 40 гривен за килограмм. Теперь грудина. 50. Грудина – 50 гривен килограмм. Ребро. 45. 45 гривен килограмм. Эта шея. Шея почем? Сколько? 65. Шея говяжья – 65 гривен килограмм. Но ее же можно сделать чуть сочнее. Кто любит посочнее мясо, и получается обалденный шашлычок. Так, вот это что у нас? Шашлычка. Галяшка. Галяшка почем? 25 гривен килограмм. Хвостик. 25 гривен килограмм. И вот такая вот… Это что у нас? Пашина? Да. 55 гривен за килограмм. Дорогие друзья, мне обязательно нужно сегодня взять продуктов на приготовление блюда в программе «Одесса готовит обед». И я решил вот взять недорогого мяса. Недорогого мяса. Я вот стоял и думал, что лучше взять – обрезки или пашина. В принципе, они в одной цене. Поэтому я возьму полкило пашины. А это достаточно вкусное мясо. А что мы будем готовить, вы увидите в нашей передаче. Ну что ж, а мы идем узнавать цены дальше. Дорогие друзья, для любителей свинины. Сегодня свинина на рынке Южный. Ну, это наша знакомая подруга тетя Валя. Она все знает про свинину и баранину. Скажите, пожалуйста, челогач. Челогач свиной – 100 гривен килограмм. Причем домашний, кстати. Копченый соломой. Ай-яй-яй. Это правда. Это правда. Кто любит вот такие вот шкурочки копченые соломой, так они и есть здесь у тети Вали. Так, пойдемте дальше. Что у нас такое здесь еще? Задняя часть почем? Задняя часть – 100 гривен. Лопатка. Лопатка – 85,90. Дарницкая вот такая вот. Дарницкая – 70. Что у нас еще? Все, да? Лопатка. Ребра – 80 гривен килограмм. Вот такой красивый почеревок. Потому что жирноватый может посчитать тетю Валя по 50 гривен. А так, в принципе, по 60. Ну и всегда у вас есть сало. Почем сегодня сало? Сало 40 и сало 50. Если вы заметили, то сало поднялось немного в цене. Ну, ничего мы не можем с этим сделать. 40 и 50. Скажите, это мы к баранине еще перейдем. Вот такие цены были на свинину на рынке Южный. А, ножки. Мы забыли сказать. Я знаю блюдо с ножками, но оно долго готовится. Жалко, что это 4 часа надо как минимум готовить ножку. Почем сегодня такая голяшка? 30 гривен килограмм. Вот такая вот копытца такая. Штука. 6 гривен и 3 гривны. И вот этот набор вкусный. Вкусная шкурочка 10 гривен килограмм. И вот скажите для наших братьев. Это борщевые кости 20 гривен. Сахарные. 2 рубля собачьи стоят. И вот такие вот тетя Валя говорит. 10 гривен вот такие вот косточки. И тоже можно из них приготовить супчик. А можно накормить наших братьев меньших. Это теперь вот точно уже цены на свинину я рассказал. А мы идем дальше. Дорогие друзья и для любителей баранины сегодня цены на баранину. Итак, задняя нога почем? 90 гривен килограмм. Это у тети Вали. Передняя нога 80 гривен килограмм. Вот такая вот каре 120 гривен килограмм. По-прежнему рынок южный, знаете, рулит по цене на баранину. Вот такая вот шея почем? Шея 70 гривен килограмм. Ребрышка 60 гривен килограмм. Вот такая вот красивая ребрышка. Знаете, из него можно приготовить все что угодно. Ну что ж, дорогие друзья, мы рассказали цены на мясо на рынке южный. А мне для моего блюда нужно добрать еще кусочек свинины. Я взял обрезки. Почем сегодня были обрезки, напомните? 50 гривен килограмм. Я взял немножко обрезков, потому что там есть кусочки жира, а он мне понадобится. И я возьму грамм 300 мяса. Вот просто такого мяса, знаете, лопатки, кусочек лопатки возьму. И вы с нами увидите, какое блюдо мы будем готовить. Я взял за 50 гривен по шину говяжью. Я взял вот такие вот обрезки. Где-то кругом бегом у меня получится в районе 100 гривен. Ну что ж, дорогие друзья, а мы идем дальше. Дорогие друзья, мы вам рассказываем о реконструкции рынка Южный. Я вам рассказывал о магазинах. Теперь магазины начинают открываться. С этой стороны открылся магазин красивых колбас. Колбасы лежат в холодильнике. Если вы помните, везде есть горячая вода. Холодильные витрины. Все это красиво, уже цивилизованно. А с той стороны напротив открылся магазин сыров. Те же самые красивые холодильники, горячая вода, свет. Все для того, чтобы одесситы ели вкусную и качественную пищу. С вами была программа «Одесса делает базар». А мы идем готовить обед. И не переключайтесь. До новых встреч. До новых встреч.